Добрый день, с вами Андрей Лунёв, это новости премиуси, сегодня в нашей программе. После капитального ремонта сельский дом культуры в селе Малокирсановка превратился в настоящий дворец. Сказочное преображение стало возможным благодаря проекту местной дом культуры. Теперь в хутор Драганов можно добраться в любую погоду. Здесь состоялось торжественное открытие дороги, ее протяженность почти 4 километра, стоимость 115 миллионов рублей. 16 декабря в здании Матвеево-Курганской детской школы искусств прошел ставший уже традиционный районный молодежный форум «Ростов-2017». Магазин новогодних салютов у Визирова на Московской 43 в Матвеевом Кургане поздравляет всех с наступающим Новым Годом и ждет всех за мишурой, гирляндами, искусственными елками и, конечно, петардами, фейерберками и салютами. Продажа оптом и в розницу. И это еще не все. 27 и 28 декабря ночные распродажи. Мы будем ждать вас с 8 утра до полуночи за яркими и взрывными подарками. Не оставляй праздничное настроение на потом. Купи сейчас у Визирова на Московской 43. И теперь более подробно. Глава администрации Матвеево-Курганского района Александр Рудковский провел традиционную встречу с представителями средств массовой информации. Во время ежегодной пресс-конференции Александр Рудковский подвел итоги уходящего года, ответил на вопросы, посвященные социально-экономическому развитию района в 2017 году и поделился планами на будущее. В этом году некоторые полномочия по ведению хозяйственной деятельности на территории поселений переданы на уровень администрации района. В связи с этим произошли определенные положительные изменения. Вот мы проработали, мы доказали это на практике, что эффективность использования денежных ресурсов в данной ситуации выросла в два раза. То есть то, что сегодня вот эти полномочия перешли, это содержание водоканализационного хозяйства, это содержание дорог прежде всего. Мы по этим направлениям показатели предыдущего года, то, что были полномочия у сельских поселений, удвоили. В ходе интервью, которое глава давал в конце 2016 года, поднимался вопрос о выбросе канализационных вод из центральной районной больницы в реку Меус. Журналистам интересовало, как удалось решить эту проблему. Но этот вопрос был принципиально важным, поскольку, признаться честно, он позволил кардинально изменить мое отношение к ситуации по больнице. Ведь все началось из этого, из-за того, что там возило, возили, вывозили. Как это все делалось, по какой цене. И когда я в конце концов разобрался в этой ситуации, а было непросто, понимаете, и мы пришли к тому, что, как говорится, у всего есть начало. А начало это было главный врач, который, в общем-то, наверное, эту ситуацию в какой-то степени запустил до такого, что потом она стала просто экономически непосильна для экономики больницы в условиях нового финансирования. И в этом плане, когда мы это все посмотрели, мы поняли, что надо срочно менять ситуацию. Потому что, поймите правильно, если, допустим, потребление воды, вода поступает в больницу за 50 рублей, грубо говоря, за кубометр, а вывозится 800 рублей за кубометр. И вопрос еще, что-то стал вопрос о том, что контроль на это вывозится ли. Там же было этих ям накопано порядка пяти, которые были все переполнены. Это все текло к соседям, в МИУС. Это было просто, я скажу так, это катастрофа. И когда у нас получилось, в общем-то, найти инвесторов, которые привлечь их, заинтересовать, которые реализовали свой проект. И сегодня мы получили прекрасный, современный объект очистной станции, которые ликвидировали вот эти ямы, благоустроили эту территорию. И сегодня, собственно, это все уже очищается, и чистая вода, совершенно чистая вода, сливается уже в МИУС. Понимаете? Вот я считаю, что это не только победа этого года, это победа, может быть, этого десятилетия. Вот я не стесняюсь, скажу. Потому что мы, знаете, не то, что спасли дерево, мы спасли природу. В 2017 году множество объектов социальной сферы получили второе дыхание. О некоторых из них было рассказано в ходе интервью. Действительно, в этом году, во-первых, мы поддержали все школы в плане подготовки к новому учебному году. Мы из собственных средств затратили порядка 13 миллионов для подготовки школ. Мы сегодня вернули в строй то, что когда-то было незаслуженно, просто брошено на... Я даже не знаю, как у меня язык не поворачивается. Вот Латоновский спортзал, который, я не знаю, лет 17, был просто выключен из жизни. Объект шикарный. Вот. Но из-за того, что там сначала ушли люди, потом... Время, люди, в общем-то, и все это вместе привело к тому, что там уже он имел аварийное такое состояние. И нам пришлось, чтобы как-то сохранить, за счет собственных средств включаться. Кто-то, когда выделили деньги, кто-то потом покритиковал, что же вы там сначала делали, а теперь опять делаете. Но делали для того, чтобы сохранить, как-то законсервировать, будем так говорить. Но сегодня мы этот объект ввели. Я очень признателен и хочу сказать огромное слово благодарности, во-первых, губернатору Васильевичу, во-вторых, Министерству спорта за то, что... Ну, поддержку. Министерству образования, которые непосредственно выделили эти деньги. И мы сегодня ввели прекрасный объект в наш, будем так говорить, ряд спортивных школ. Сегодня это филиал Матвеев-Куранской спортивной школы, еще один. Который позволит сегодня, где будут созданы условия, заниматься целому седу и тем же предъявляющим кутором молодежи. Год назад также говорилось и о том, что одна из важных задач районной власти, чтобы как можно больше школьников получили горячее питание. К этому вопросу вернулись и во время этой встречи. Конечно, было непросто. Но, приняв такое решение, значит, на сегодняшний день у нас из 23 школ 22 уже свои столовые. 22 столовые. Вот, дети получают полноценное качественное питание. В этом плане я призываю сегодня всех, и родителей, и общественности, если какие-то вопросы, контролируйте, смотрите. Вот, но вместе и с работниками санэпидемслужбы мы очень пристально наблюдаем за качеством продуктов, которые поступают в столовые и потом на стол детям, потому что нам это очень важно. Второе, это, конечно же, понимая, что сегодня дети, это завтрашний день нашей страны, мы сегодня четко понимаем, что мы должны создать условия, чтобы это было не только, как бы, человек здоровый, но и физически развит. В этом плане поставили задачу, и сегодня у нас практически, вот, две трети школ уже, мы обеспечили вот этими антимодальными уличными тренажерами. Две трети, и на следующий год мы эту тему закроем в каждой школе. Будет вот эти комплексы спортивные. В конце богатого и насыщенного событиями года Александр Рудковский обратился ко всем жителям района с новогодними пожеланиями. Я считаю, что наша задача, и вот мое пожелание, чтобы только перерастать хорошими событиями, больше открывать каких-то объектов, решать какие-то социально значимые вопросы, то есть создавать условия для того, чтобы привлекать бизнес, вот, чтобы закончилась война на Украине быстрее, и найти, там, приобрести, как говорится, хороших партнеров, вот. Ну, в общем-то, то, что можно пожелать человеку человеку, чтобы в семье всегда у всех было все хорошо, чтобы достаток был, чтобы зарплаты были достойные, вот. Ну, и, наверное, счастье. Счастье. Знаете, вот в этом плане, я, наверное, всем пожелаю, чтобы глаза горели, чтобы улыбки были на лицах, чтобы ощущали себя полноценно счастливыми людьми, жители нашего района. И мы будем делать все для того, чтобы жители это почувствовали, ну, во всяком случае, то, что от нас зависит, чтобы жители это почувствовали. Одним из событий районного масштаба в уходящем году стало открытие после капитального ремонта Малакирсановского сельского дома культуры. Дом культуры в сельском населенном пункте – это центр досуга, центр сохранения и развития народного творчества, дополнительного образования детей и подростков. Именно поэтому в рамках проекта «Местный дом культуры» партии «Единая Россия» по инициативе губернатора и при поддержке администрации Матвеева-Курганского района были выделены денежные средства на капитальный ремонт Малакирсановского дома культуры. ПЕСНЯ В новом уютном зале собрались жители села и почетные гости. Глава администрации Матвеева-Курганского района Александр Рудковский, приветствуя всех присутствующих, отметил, что этот день войдет в историю не только сельского поселения, но и всего района. Дорогие земляки, у вас сегодня есть возможность, и это как новогодняя сказка, встретить в прекрасных условиях Новый год. Вам есть куда прийти, вам будет где собраться с друзьями, чтобы действительно вот эту елку, праздничные ощущения ощутить. И я сегодня скажу, что благодаря вам сегодня здесь, присутствующим, вот в этой атмосфере я сегодня ощутил, что все-таки Новый год приближается. И бывают такие вот новогодние сказки, чудеса, которые мы сегодня вместе с вами и встретим. Спасибо вам всем, с праздником наступающим. Я очень счастлив, что у нас все получилось. Глава вручил подарки для Дома культуры и приветственные адреса тем, кто принимал участие в его преображении. Приветственный адрес вручается Железняк Роману Васильевичу, индивидуальному предпринимателю, руководителю подрядной организации, которая осуществляла ремонт Малокерсановского Дома культуры. Под ваши аплодисменты приветственный адрес вручается Роменскому Михаилу Андреевичу, депутату Малокерсановского сельского поселения. Приветственный адрес вручается Чайковой и Надежде Николаевне, директору Муниципального учреждения культуры Малокерсановский сельский Дом культуры и, конечно же, всему коллективу. Со знаменательным событием всех жителей села приехал поздравить депутат Законодательного собрания Ростовской области Владимир Гребенюк. Я сегодня, когда увидел детишек, когда они пришли и начали открывать наш сегодняшний вечер, этим сказано все. Мы живем ради этих детишек, мы стараемся ради них. И дай Бог, чтобы вот таких дворцов культуры, которым мы сейчас уже и дома культуры стыдно называть, чтобы было как можно больше. Глава администрации Малокерсановского сельского поселения Дина Албурова поблагодарила депутатов, правительства Ростовской области, губернатора, Министерства культуры, главу района, строителей, всех, кто так или иначе принимал участие в ремонте. Я хочу сказать, что действительно сегодня праздник. Сегодня мы с вами на селе собрались у нашего очага. Мы греем здесь свои сердца. Мы встречаемся с вами и делимся горестями и радостями. Мы намечаем планы идти вперед. И я так горда, что сегодня у нас столько людей, что даже я думаю, что нам стоит подумать еще и приобрести кресло. Мои дорогие, я поздравляю вас с этим праздником. Я желаю вам радости, я желаю вам счастья. И я очень хочу, чтобы дом, в котором живет праздник, всегда был наполнен радостью, счастьем, теплотой ваших сердец и любовью. Спасибо вам с праздником! Архивные кадры, представленные на экране, позволили всем оглянуться назад, вспомнить, каким был дом культуры до ремонта и сравнить с тем, каким он стал сегодня. Вечер продолжился концертом, в котором кроме местных самодеятельных исполнителей приняли участие коллективы районного дома культуры и приглашенные артисты. Кульминацией праздника стало светодиодное шоу. А завершил его под аплодисменты зала «Гимн культработников». Будем служить культуре, это давно известно, Жив без нее так пресно, был бы мир наш густый. Дома порой заботы, и снова спасет работа, Просто всегда так важно, мир в душе обрести. 21 декабря состоялось еще одно знаменательное событие в жизни Матвеева Курганского района – торжественное открытие автодороги к хутору Дороганов. Дорога протяженностью почти 4 километра стоимостью 115 миллионов рублей была построена в рамках муниципальной программы развития транспортной системы. На строительство были выделены средства областного бюджета при совинансировании бюджета администрации Матвеева Курганского района. Открытие этой дороги местные жители ждали с большим нетерпением. Теперь в хутор можно добраться в любую погоду. Это отметил глава администрации района Александр Рудковский. Поздравляю всех с радостным событием. Я помню тот день, когда я шел по грязи через поле вот навстречу. Это было чуть больше 7 лет тому назад. Но 7 – это вот такое божественное число. И я хочу сказать, что сегодня вот Бог управил, и благодаря человеческим рукам, человеческому таланту сегодня сделано вот это чудо. Да, действительно, мы не сидели, не ждали, мы поддерживали, мы отцепали, чтобы была связь, чтобы скорая проезжала. Но сегодня мы сделали то, что называется «от сердца к сердцу». Вот сделали то, что называется… Вот многие говорят, зачем там столько-то там жителей, вот такие деньги вот государство потратило. А я хочу сказать, что не деньгами меряются отношения, а человечностью. Я сегодня счастлив, что есть сегодня и закрыта тема у нас в районе. И этот день будет вписан золотыми буквами в историю нашего района, потому что мы сегодня ставим, будем так говорить, многоточие, точек не ставим, в плане того, что у нас нет сегодня населенных пунктов без дорог с твердым покрытием. Подрядчиком строительства дороги выступило общество с ограниченной ответственностью Ростовская ДРСУ. Все работы были выполнены качественно и в срок. Руководитель подрядной организации Андрей Дацков приехал на праздник, чтобы вместе со всеми разделить эту радость. Хочу вас поздравить, не буду говорить о тех сложностях или отсутствии этих сложностей при строительстве автодороги. Хотелось бы, конечно, отдельно выразить слова благодарности проектировщикам, которые грамотно спроектировали, грамотно построили водоотведение данной дороги. То есть и надеемся, что и содержание этой дороги в зимний период не принесет никаких хлопот ни жителям хутора, ни районным службам. Поэтому поздравляю вас с открытием данной дороги и желаю, чтобы развитие хутора происходило в геометрической прогрессии. Хорошая дорога к населенному пункту – это комфортность проживания и передвижения. Это мощный импульс для его сохранения и дальнейшего социально-экономического развития, подчеркнула в своем приветствии глава поселения Галина Щиткова. Вы знаете, я хочу сказать, что в нашем районе Александр Анатольевич так поставил, что нет второстепенных хуторов, маленьких. Все люди важны, где бы они ни жили, каждый человек. А маленьким хуторам сейчас особое внимание и забота, потому что они и так отделены от цивилизации, далеко живут. И спасибо, конечно, Александру Анатольевичу, что он в такое сложное время, когда много проблем, нашел возможности, действительно, чтобы наш маленький хуторок прошла такая замечательная дорога к сердцу каждого человека в этом хуторке. Я думаю, что хуторок уже начинает развиваться, спрашивают жилье, спрашивают земли. Люди заинтересовались, потому что там очень хороший, чистый воздух, прекрасная экология. Председатель территориального общественного самоуправления хутора Наталья Шапошникова от лица всех местных жителей выразила огромную благодарность губернатору, главе строителям, всем, кто принимал участие в осуществлении их многолетней мечты. Низкий вам поклон, спасибо вам большое. И дай бог здоровья, с наступающим Новым годом. Александр Анатольевич, спасибо еще раз от всех жителей и с вашим чутким пониманием, с вашим чутким таким обращением к нам. Мы надеемся, конечно, я считаю, что дорога – это жизнь. И вот она, дорога к хутору уже есть, жизнь наша начинается. И я думаю, что все будет хорошо. И с вашей... Спасибо вам большое еще раз. Подборные аплодисменты всех присутствующих была разрезана символическая красная ленточка. В администрации Матвеево-Курганского района состоялось расширенное заседание Совета по предпринимательству при администрации Матвеево-Курганского района. Прежде чем перейти к официальной части заседания, ряд индивидуальных предпринимателей Матвеево-Курганского района был награжден благодарственными письмами. Администрация Матвеево-Курганского района благодарит вас за неутомимый труд, вклад в экономику и развитие района, умение грамотно и эффективно вести свой бизнес – это тонкое искусство, в котором надо полагаться на практический опыт, здравый смысл и интуицию. Вы этими качествами обладаете сполна. Желаю вам не останавливаться на достигнутом успеха, удачи в бизнесе, крепкого здоровья и большого личного счастья. Первый опрос повестки дня о подготовке и проведении игр Чемпионата мира по футболу 2018 года. С докладом на эту тему выступила специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора Ирина Лихота. Она рассказала, на что необходимо обратить внимание руководителям объектов общепита и гостиничного сервиса. Обратите внимание на моющие средства, которые вы вводите в номерах, чтобы это тоже были сертифицированы, чтобы это было на русском языке переводы, чтобы это не было никакого контрафакта, чтобы нормальная была продукция. Почитайте документы, почитайте технические регламенты. У нас сейчас вышли технические регламенты Таможенного союза. Штрафы очень большие, очень большие штрафы. Юридические лица начинают с 100 тысяч. Что касается тех, кто работает алкоголем, то же самое кап изменился. Если раньше была статья 5 тысяч, то теперь минимальное 20 тысяч по алкоголю. То есть ужесточение идет по полной программе. Поэтому изучайте, смотрите. Обязательно должны быть документы, подтверждающие безопасность. А вот прослеживаемость продукции получили, чтобы это можно было доказать, что это продукция вот такого-то наименования, что это действительно то, о чем вы говорите, а не то, что мы гадаем. А что это? Оно замороженное 30 раз, вот такой слой льда, и думаем, а что это, курица или это говядина кусок? То есть основные это документы, документы, документы и документы. Налоговый инспектор Денис Нагорный осветил позитивную сторону 290-го федерального закона. В настоящее время индивидуальные предприниматели и юридические лица освобождены от обязательного обслуживания контрольно-кассовой техники сотрудниками ЦТО, то есть всем известно с инфотехнического обслуживания, которые просили денег за то, чтобы кассу установить, зарегистрировать, перерегистрировать, сменить там блоки, газы и так далее. Значит, в следующий момент очень интересно была решена проблема интернет-торговли. То есть все прекрасно знают, что мы в последнее время очень часто приобретали какие-то товары или услуги через сеть интернет, рассчитывались с платежными картами, но продавец или поставщик услуг обязательно должен был предоставить чек на бумажном носителе. То есть если чек был не предоставлен, даже если мы приобретали что-то через интернет, это являлось нарушением 54-го федерального закона. В настоящее время чеки можно направлять через сеть интернет, на электронную почту, либо на мобильный телефон. С докладом выступил оперуполномоченная группа экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России Матвеева Курганский и Роман Романенко. Составлено в результате или в ходе этих проверок 22 административных протокола за нарушение статьи 8.2, это торговля неустановленном месте. Изъято более тысячи пачек табачных изделий, но в основном это севереты не для продажи на территории Российской Федерации. Также изъято более 560 литров алкогольной продукции в ходе этих же мероприятий. Что касается магазинов, это вот у нас в Матвеево Кургане возбуждено два административных расследования, это Московская ярмарка и Миробуви. Изъято в первом случае 20 единиц товара, во втором случае 42 единицы товара. Товара это маркировка Adidas, Nike. Торговля в неположенных местах и реализация контрафактной и фальсифицированной продукции будут жестко пресекаться. Санкции за выявленные нарушения ужесточаются. Контроль усиливается. А 20 декабря в селе Ряженое прошло мероприятие, посвященное столетию органов госбезопасности. Офицеры границы, офицеры границы, Почему ж вам покой даже ночью не снится? Ваша служба почетна, Это сказано метко, Только жены и дети Видят вас очень редко. 20 декабря в селе Ряженое прошло мероприятие, посвященное столетию органов госбезопасности. На нем присутствовали гости и организаторы мероприятия. После теплых слов в адрес пограничников Грунтовская Ирина Викторовна поздравила юбиляра. Вы знаете, очень приятно. Все это как бы подытожить мы решили именно на этом мероприятии. Я, наверное, выражу мнение всех вас. Вот эти золотые руки, Вот эта добропорядочность, Вот эта такая жизненная активная позиция. Он же вообще самый активный участник строительства данного памятника. Разрешите мне тоже от имени главы администрации, От всех нас, женщин, наверное, ряжемся, Поздравить вас с юбилеем И пожелать, чтобы еще столетний юбилей именно здесь. Но я думала, что-то еще приукрасится возле памятника. Мы отмечали именно вот на этом месте. Мы вам дарим, ну, как бы сказать, скромный подарок, Но он очень важный и очень нужный. Этот год с собаки. На границе товарищ пограничник без собаки, Это не пограничник. Поэтому, чтобы эта собака вас всегда охраняла и оберегала. Ну, может, лишний раз когда-нибудь и гавкнула. А после слова дали председателю Совета ветеранов пограничных войск Матвеева Кургана Дзюбе Юрию Борисовичу. После чего прошло награждение ветеранов погранвойск. Такой службы, как у нас по районам, конечно, нет нигде. И поэтому мы всегда дорожим традициями, Мы всегда дружны, Мы всегда сплочены. И, я думаю, если понадобится, То в первых рядах будем всегда. Поздравить вас хочу от души с праздником. Пожелать счастья, здоровья всем вам и вашим семьям. Наградим медалями 95-летия Закавказского пограничного округа КРБ СССР. Кубрак Александр Владимирович и Дмитриевич, извините. И хочу напомнить, что он еще у нас участник боевых действий. Честь и мой хвала за это. После чего теплыми словами и дипломами отметили пограничников депутат собрания от ряженского поселения Штыпына Владимировна. Уважаемые и дорогие наши пограничники. От лица главы администрации ряженского сельского поселения Бухтьяровой Галины Валентиновны и председателя собрания депутатов Матвеева Курганского района Анцева Николая Николаевича, и я, конечно же, от себя лично, хочу сказать вам вот эти слова. Стоять надежным стражем на границе выпадает честь не каждому. И те, кто гордо зовется пограничниками, с достоинством и честью несут свою службу. Также не упустил возможности отметить и поблагодарить собравшихся организатор этого мероприятия Затолокин Юрий Михайлович. Коллеги, ну, прежде всего, позвольте поздравить вас с этим праздником. Да, эта служба действительно та, которую мы, наверное, по духу и по своей жизненной позиции выбрали. И очень приятно, что у нас складываются такие добрые традиции. Огромнейшее спасибо. Вы все знаете, как этот памятный знак строился. Вот каждый принял участие. Вот это просто-просто огромное вам спасибо. Я думаю, те традиции, которые у нас в Матвея-Курганском районе, я думаю, они будут у нас традиционно. Каждый праздник, каждое мероприятие будет проходить не только в Матвея-Курганском районе, но и здесь, в Ряженском сельском поселении. Еще раз с праздником. Огромное вам спасибо. Вместе мы сила. Спасибо. А закончилось мероприятие возложением цветов и венков к памятнику пограничников. Созвездие талантов под таким названием в районном Доме культуры прошел второй ежегодный фестиваль учащихся. Подробности в нашем следующем сюжете. Юных звездочек в области знаний, искусства и спорта в этом году оказалось больше, чем в прошлом. На праздник было приглашено 177 учащихся. Вместе с ними в зале находились их родители и педагоги. Люди, которые сумели дать импульс юным талантам, помогли им раскрыться. Очень радостно видеть всех в этом зале, где сегодня собрались честь и гордость. Золотой фонд. Созвездие талантов нашего района. Всех присутствующих поприветствовал заместитель главы администрации района по социальным вопросам Сергей Голубов. По поручению главы администрации Матвея Курганского района Александра Анатольевича Рудковского разрешите поблагодарить здесь, в зале, всех наших участников, которые... Я обращаюсь, потому что этих детей вижу, которые принимали активное участие в жизни района. Это не значит, что они учились на одни пятерки, но они активно ведут жизненную позицию, занимают. И всегда защищают честь района на всех мероприятиях, конкурсах, различных КВНах. И занимают при этом лидирующие позиции. Грамоты и памятные призы в номинации «Интеллектуал» за добросовестное отношение к учебе и высокие результаты в предметных олимпиадах и конкурсах получили 32 школьника. Заведующая отделом культуры Ирина Пономаренко вручила награды тем, кто ярко проявил себя в самых разных областях искусства, прикладного творчества и увлечений. Что хочется вам пожелать в этот декабрьский прохладный день? Пожалуйста, эту искру таланта своего пронесите на долгие-долгие годы. И, пожалуйста, не останавливайтесь на достигнутом. Особенно в творчестве мы вас ждем на этой сцене с вашими достижениями. Большое вам спасибо за вашу работу. Для награждения победителя в номинации к вершине Олимпа был приглашен директор детско-юношеской спортивной школы Михаил Лысухин. Дорогие ребята, а также родители, бабушки и дедушки. И, конечно же, педороги, которые вас подвели к этому Олимпу. Знаете, 2017 год для вас заканчивается великолепно, сильно, мощно, потому что вы лучшие. И поздравляю вас с наступающим 2018 годом. Я желаю вам остаться такими же первыми и, может быть, даже улучшить результат. С праздником! Спасибо! Также были отмечены наставники. Благодарственными письмами за успехи в области образования, за высокий профессионализм и нацеленность на достижение конечного результата награждены 59 педагогов. Аплодисменты звучали и в честь родителей, воспитавших победителей. Они получили благодарственные письма за ежедневный родительский труд, терпение, настойчивость и целеустремленность в воспитании своих талантливых детей. На молодежном форуме «Росток» на шести площадках дети учились танцевать, зарабатывать, влюбить родину и даже смешить людей. 16 декабря в здании Матвеево-Курганской детской школы искусств состоялся очередной, четвертый по счету, молодежный форум «Росток-2017». Чтобы разогреть невыспавшуюся в субботу молодежь, девчонки из педагогического отряда «Юга» устроили танцевальный флешмоб. Что такое педагогический отряд «Юга», нам рассказали его участницы. Это ребята, объединение студентов, которые работают летом с детьми в детских оздоровительных лагерях на должности вожатой, старший вожатый, начальник лагеря, культорганизатор и прочие должности педагогического состава в детских оздоровительных лагерях. Традиционно форум открывал глава администрации Матвеево-Курганского района Рудковский Александр Анатольевич с бессменным помощником Ашотом Хачатряном. Прекрасная суббота и сегодня у нас четвертый районный образовательный форум «Росток». Я думал, меня объявит мой друг Сашотник. Вы знаете, так вырос. Так вырос. Дорогие друзья, вы знаете, как он-то анекдотный слышал, говорит, так ты еще считаешь в плане четвертый. В принципе, может быть и хорошо, может быть это, но это традиционно у нас проходит. И не важно, четвертый он или десятый, важно результат. Результатов успешного обучения добивались на шести площадках, очень разных по своему наполнению и интересам. Первая площадка «Медиа» объединила в себе молодых людей со всего района, которыми интересна профессиональная журналистика и блогинг. Конечно, хочется отметить, что наши практические занятия продолжились и после форума. С девчонками, которых заинтересовала телевизионная журналистика, мы делали этот сюжет вместе. И вот что из этого получилось. На площадке культуры и творчества, дающей мастер-классы по танцам и КВН, было по обыкновению жарко. Человек, создающий атмосферы горячей тренировки, ответил нам на несколько вопросов. Как долго вы уже занимаетесь танцами? Я занимаюсь танцами уже 15 лет. А почему вам нравится этим заниматься? Хороший вопрос. Я увлекся этим с детства. Мне сразу стало очень интересно. Когда я попробовал первые движения свои, я пришел домой и в зале несколько часов подряд их повторял. Мне сразу стало интересно. И с возрастом, и с опытом, с пониманием того, что это замечательный танец, он мне многое дает в жизни, для себя, для развития. Я осознал, что это поездка. На площадке КВН было море улыбок и смеха. Как заставить людей смеяться, поделился с нами Ашат Качатрян. Нужно быть собой и показывать людям самих себя. Нашу жизнь, как она идёт. Нужно говорить людям правду. Несмотря на свою серьёзность в ответах, шутки, придуманные на этой площадке, заставили смеяться весь форум. Итак, ещё одна русская традиция – диалог мужа с женой. Смотрим! Солнышко, можешь дать мне денег на курсы танцев? Курсы танцев? Да. Ты на курсы поваров ходила? И что? Видишь, какая у тебя хорошая? Да мы, кроме этих вонючих, макарон и пельменей ничего не едим. Слышишь, дорогой, ты каждый день смотришь свои передачи про ремонт и рыбалку. А у нас ни ремонта, ни рыбы. Так, может, дашь мне денежку? Ну, ладно. Чем занимались на площадке «Патриоты России», нам рассказал её руководитель Виталий Акбарович Ташбулатов. Это площадка военно-патриотического воспитания молодежи нашего района. Мы занимаемся, во-первых, вооружением, которое предстоит будущим солдатам по вере вооруженности. Сегодня мы привели сюда гостей, действующие и армии, для того, чтобы они рассказали, показали обмундирование, что такое ратник, обмундирование современное, вооружение современное, делали соревнования, разборка-сборка автомата на время. В последнее время в нашей стране на военное вооружение тратятся огромные деньги. Как заработать свой первый капитал, можно было узнать на площадке «Бизнес-молодость». На площадке юных предпринимателей руководителем был Антон Джиредж. Владелец сети магазинов «Золото и серебро», который пригласил почетных гостей и уже состоявшихся предпринимателей, ответившие на все вопросы участников площадки и на наши тоже. Даже банальный вопрос самого маленького участника площадки «Медиа» был удостоен ответа. Как ты работаешь много денег? Тебе? Да. Работать? Как? Как работать? Что ты умеешь делать? Да. Какие у тебя есть качества, которые ты можешь делать лучше, чем остальные? Физра. Физра. Спорт, спорт. Задали несколько серьезных вопросов. Чем занимаются и чему учат детей на площадке «Бизнес-молодость». Готовите ли вы еще какой-нибудь проект? Вот мы не только буквально обсуждали этот вопрос. Первая часть вопроса – это самое главное – ребятам объяснить, что сейчас существует огромное количество возможностей для реализации любых целей. Нужно верить в себя, в свою идею, понять, в чем ты можешь быть лидером. Мы говорили о том, что интернет дает любые возможности. Не обязательно привязываться сейчас к месту нахождения. Ты можешь быть полезен как людям на территории своего района, допустим, города или страны, так и вне. Вот какими словами подытожил теоретические занятия руководитель «Бизнес-групп». Не все упирается, ребята, в деньги. Надо оставаться просто человеком хорошим. Потому что бизнес – это все-таки зиждется на доверие. На доверие поставщиками, партнерами, на доверие сотрудники. Сотрудники ваши должны вам доверять, и вы им должны доверять. Поэтому, не в зависимости, кем вы являетесь, то ли сантехник, то ли ювелир, вы можете себя реализовать, как сказал Иван, в любой отрасли. На площадке «Добровольческая деятельность молодежи» руководителем была Анастасия Пивоварова. Тема для обсуждения была связана с волонтерством и привлечением молодежи к подобного рода мероприятиям. На площадке «Школа лидеров» руководителями были Николай Олейников и Людмила Макина, которые проводили тренинги по лидерству в коллективе и в обществе. Девчонки из педагогического отряда «Юга» рассказали нам, какое участие они принимали на этой площадке. Мы на самом деле очень много общались с ребятами, общались на такие темы, кто такой лидер по их пониманию, какими качествами должен обладать. Рассказали им о том, как сформировать свою команду, как грамотно смотивировать ребят и как достигать свои цели вместе со своей командой. В конце форума на брифинге глава района ответил на несколько вопросов, которые дети посчитали актуальными. Ребята не стеснялись и показывали свои знания в различных сферах жизни. Вы знаете, мне кажется, я бы был неплохим президентом. Но мне так кажется. Во всяком случае, у меня есть желание огромное что-то делать для людей и делать из того, что есть, больше. На моем уровне есть одни ресурсы, будем так говорить, что можно. На уровне президента, конечно, можно гораздо больше решить. Но я считаю, что у нас сегодня прекрасный президент. И он, мало того, что он и возраст позволяет, у него очень большой опыт. Потому что, будучи и президентом, и премьер-министром, он объездил страну. Он знает темы, он владеет вопросами. Вот если вы видели, в 12 числа он дал пресс-конференцию, что как, в общем-то, и до этого. Человек просто на своем месте, просто на своем месте. Я считаю, что пусть будет. А я буду на своем месте. Такое мероприятие объединяет и дает знания всей молодежи Матвеева Курганского района. И дарит запоминающиеся моменты, которые связывают людей кольцами и создают новые истории любви. Впервые на сцене детской школы искусств произошло слияние двух одиноких сердец и меняющая их жизнь. Героями этого радостного события стали руководитель площадки КВН Ашот Хачатрян и Юлия Волошина. Мир держится на молодых. Росток 2017. Самый лучший молодежный форум. Екатерина Мочалова, Ангелина Эйхман, Яна Егорова, Александр Гайко и Максим. Телекомпания «Премиусия». А на сегодня это все. С вами был Андрей Лунев. Эту и другую информацию вы можете узнать на сайте meus.info. А я поздравляю вас с наступающим Новым Годом и желаю вам счастья, удачи и любви. Главный приз уже в редакции. Отличный холодильник «Эндезит». Главный приз акции «Подпишись и выиграй» доставлен в редакцию газеты «Деловой МИУС» и ждет победителя розыгрыша среди подписчиков «Делового МИУСа». Стать участником акции еще вполне реально. Для этого необходимо подписаться на газету «Деловой МИУС» на первое полугодие 2018 года и прислать в редакцию копию подписной квитанции с номером вашего телефона до 16.00 26 декабря 2017 года. Не упустите шанс получить бесплатный отличный подарок на Новый год. Онлайн-трансляцию розыгрыша смотрите на сайте mius.info 27 декабря в 13.00. Партнеры акции «Торговый дом Гермес». Поселок Матвеев-Курган, улица Южная, 30.